Культура Культура — это основа человеческой жизни, поскольку связана с творчеством. А творчество — это и есть жизнь. Это слова нашего выдающегося, я бы сказал, современника Раисы Пшеничниковой, которую мы сегодня пригласили в эфир программы «Багдаев» на канале АТВ. Раиса Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Я хочу напомнить вот другие слова, которые высказал в свое время вице-премьер правительства Бурятии Александр Чепик про наши высшие учебные заведения. Вот современную поговорку я зачитаю. «Ума нет, иди в ПЕД, стыда нет, иди в МЕД, все психические и политехнические, а весь отброс идет в сельхоз». Ну, конечно, все были в ауте у нас в Бурятии. А про культуру, куда он не упомянул. Кто идет в нашу Академию культуры? Творческие люди. Раиса Ивановна, вы 20 лет были руководителем нашей Института культуры в свое время, да? Да. Потом она преобразовалась под вашим руководством в Академию и так далее. Ваш нынешний статус какой? Ну, сегодня я работаю советником ректората СГИК. Вот, занимаюсь как раз разработкой разного рода документов, связанных со стратегиями, с планированием развития нашего вуза, с проблемами развития культуры Республики Бурятия, России и так далее. Поэтому работа у меня в основном такая вот интеллектуальная. С ректоров ушли? Да. Когда и как? Ну, я ушла в мае прошлого года, потому что у меня закончился трудовой контракт. Вот, и возраст уже подошел. Поэтому надо уступать дорогу молодым. И пришел на смену очень, я считаю, порядочный и энергичный, и перспективный ректор Перова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук. Как институтом культуры может руководить экономист? А дело все в том, что сегодня вся экономика движется в сторону экономики духовного производства. Что такое экономика? Это сначала рождение в голове какого-то проекта, а это духовная составляющая, а потом его реализация в реалиях. Правильно? Поэтому чем лучше работают мозги, тем лучше развивается экономика. Раиса Ивановна, вы ушли, чтобы остаться, так? Ну, я ушла, поскольку несу ответственность до сих пор за то, каким будет вуз, каким будет образование в нашем вузе, какова его будет история, дальнейшая судьба, потому что за 20 лет мы написали красивую историю. Вот, поэтому моя ответственность меня не снята. И поэтому я сколько смогу, я буду всегда рядом с вузом, рядом со своим коллективом, рядом со своими замечательными, талантливыми студентами. И совместно мы будем продвигать наш вуз в мировом пространстве. Раиса Ивановна, в нашей программе принимал участие ваш коллега Степан Владимирович Калмыков. Это тоже один из наших легендарных ректоров. 25 лет он руководил Бурятским государственным университетом. То ли сам ушел, то ли его ушли. Но в нашей программе он рассказал, что в родном университете он стал персоной Нонграда. И вот я очень часто встречаю знакомых людей, которые говорят, вот наш-то Калмыков, ну, говорят, дурак, вовремя не ушел. А вот Спиранская, ой, Пшеничникова, молодец, вовремя ушла, преемника оставил и так далее. Вот ваша операция, вот преемник, все-таки это произошло, глядя на печальную историю Калмыкова. Нет, я просто знала, что рано или поздно надо будет уходить и надо оставлять за себя человека, который продолжит те традиции, которые заложены в течение этих лет. Хорошо. Тогда Калмыков где ошибся? Ну, вот он, Калмыков ошибся как раз в том, что действительно вовремя не ушел. Все понятно. Раиса Ивановна, у вас очень много регалий, званий и так далее. Вы профессор, доктор каких наук? Я кандидат. Кандидат? Да. Ну, вот в МК, в газете, в МК «Бурятия» как-то была статья с перечислением ваших регалий. Да. Наград, званий и так далее. Ну, на полстраницы. Раиса Ивановна, при всем к вам уважении, ну, какое-то неприятное какое-то осталось, ощущение неприятное. Ну, какой-то ярмарка тшеславия, что ли, там, и какой-то астроид назвали в вашу честь и так далее, да? Это не в мою честь, а в честь в ЗГАКе. А в ЗГАКе? Конечно, вы просто многие награды в ЗГАКе присовокупили ко мне. И получилось, ну, какой-то неприятный осадок. Ну, значит, просто, значит, невнимательно читали. Потому что, в основном, значит, это награды в ЗГАКе. Поскольку мы с вами понимаем, что для того, чтобы уж вы-то, как журналист, лучше всех знаете, что значит пропиарить свою организацию, как ее вывести на разные другие орбиты, не только внутренние, так скажем, да, республики Бурятия, но и России, но и зарубежные орбиты. Для этого нужно общественное признание. Там же значительная часть наград – это общественное признание ВУЗа. И общественное признание, естественно, ректора ВУЗа. Если ВУЗ признают, естественно, признают ректора ВУЗа. Мы же в 99-м году стали победителями конкурса «Окно в Россию». Российского конкурса в номинации «Лучший институт искусств года». Если мы начнем перечислять все ваши победы, это до утра продлится. Это не мои победы, это победы моего коллектива, моих студентов и моего ВУЗа. Хорошо, самое дорогое тогда звание и награды или победа? Самое близкое и теплое для вас? Ой, вы знаете, даже трудно сказать. Ну, у нас есть в космосе звезда в СГАКе. Значит, там определены координаты, где она находится. Звезда или астероид? Звезда в СГАКе в созвездии Водолея. Россия находится под созвездием Водолея. И пока будет Россия, будет СГАКе. А кто дал это название? Что дал? СГАКе-то? Вот это звезде, имя в СГАКе. Такая есть и звезда Архиповой, например, есть и другие. А кто дает-то? Кто вручил? Нет, есть специальная организация, которая этим занимается. Говорят, за денежки они идут. Нет, никакие денежки. Ты оплачиваешь только сам вот этот изготовленный шар и изготовленный диплом. Все. Никакие денежки. А по какому принципу они отбирают? Ну, по принципу популярности, известности. Вот завтра я захочу, чтобы какую-нибудь звезду у нас давали Батву Багдаеву. Что я должен сделать? Ну, обращайтесь в эту организацию, если у вас есть определенная... Ну, я сейчас не помню. Это международная? Нет, она российская. Российская. То есть, они, называя чьим-то именем звезду, планету или астероид, которую они сами открыли, да? Я так понял. Ну, которые им известны, которые они знают. Это РОС... Ну, я не помню сейчас название, значит, связанное как раз со звездами. Российская это организация. И там принимает решение очень серьезная комиссия присвоить или не присвоить какой-то звезде, какое-то название. А Валентина Матвиенко издала книгу о популярных женщинах России, да? Женщины России, да. Женщины России. И вы оказались в этом списке между Аллой Пугачевой и Людмилой Путиной. Да. Нет. Алла Пугачева, Людмила Путина, потом Раиса Пшеничникова и Эдита Пьеха. Что вы говорите? То есть, вы, получается, чуть-чуть повыше, чем Эдита Пьеха. Как вам такая оценка? Ну, при чем тут повыше? Тут же по алфавиту. Ахуешь его! Здесь совершенно этот принцип, кто выше, кто ниже, не работает, это все по алфавиту. Раиса Ивановна, 14 лет вы были депутатом муниципального уровня в Октябрьском райсовете, потом в городском совете сидели, потом в народном хурале, 11 лет отработали. 25 лет. Вот это депутатство, оно как-то вас не отвлекало от научной деятельности, от преподавательской деятельности? Дело в том, что, во-первых, мы должны служить обществу, служить своему обществу, своей территории. Вот живу я в Бурятии, я должна служить Бурятии, должна служить России, должна служить своему вузу. И поэтому человек должен определенную общественную работу обязательно осуществлять. Потому что в таком случае получается, что ты ля-ля-ля, тополя, и все. То есть ты говоришь, что ты там общественную какую-то пользу приносишь людям, а на самом деле ничего не делаешь. Поэтому я не жалею в 25 годах работы в этих разных уровнях представительной власти, потому что работа в этих структурах дает очень многое. Она дает познание людей, проблем, общества. Она дает понять вот эту зависимость и взаимосвязь образования, культуры, социальной сферы и всех других. Честно скажем, Раиса Ивановна... Это дает внутренний рост. Раиса Ивановна, честно скажем, дает дополнительные полномочия для решения каких-то вопросов того же института. Правильно ли? Ну, не только института, а вообще всяких разных вопросов. Раиса Ивановна, 20 лет назад я, молодой начинающий журналист, встречался с вами на канале ОТБ, общественной телевидении Бурятии, с начинающим тогда ректором. Вот за 20 лет вы прошли большой человеческий путь и путь руководителя. Каким вы приняли в СГАКе, Академию культуры, да и Институт культуры, и каким вы его отдали своему преемнику? Можете коротко сказать? Ну, я горжусь тем, что я отдала достойное, в достойном состоянии вуз в новые руки руководителя. Вот, вузам все восхищаются, кто только к нам не приезжал, со всего мира у нас люди были. Все, кто у нас бывают в вузе, все отмечают красоту, потому что, действительно, вуз культуры – это должен быть храм искусства. Но какой же это храм? Я к вам как-то заходил. Темные коридоры. Какие темные, светлые вы что? Ну, это уж. В 90-е годы я заходил. А, в 90-е? Без окон, без дверей. А вы сейчас зайдите. Другой, да? Конечно. Но в 90-е годы мрачное впечатление. Второй, третий этаж, какие-то, значит, деньги непонятные. Согласно, сейчас все другое. Другое, да? Сейчас вы зайдете, это настоящий храм, все этим восхищаются. Замечательный у нас феникс. А чего не хватало тогда? Ферансирования хватало, ничего. Ну, откуда я тогда не была? Я не была тогда ректором, я в 95-м только пришла году. А в 90-е выходили там. А вы же преподавали? Ну, что преподавала? Я делала все как преподаватель, но... А чего не хватало для раскрытия творческого потенциала? Нет, так творческий потенциал у вуза был всегда шикарный. Во все годы и во все времена. Был, но не раскрывался. Ну, как не раскрывался? Ну, не ощущал я храму культуры тогда и искусства. Ну, может быть, вы просто так не совсем удачно попали. Обычно всегда у нас творческое горение, какие-то поиски и так далее. Люди у нас уникальные, интересные всегда работали. С других регионов-то перестали приезжать. Тувинцев нету. Ну, как тувинцев? Якутов нету. То есть, вы потеряли студенческую свою аудиторию. Где они? Раньше со всей России ехали к нам. Где тувинцы? Вот я вам сейчас скажу, что тувинцы у нас обучаются в филиале. В Туве, в Кузыле. У нас единственный филиал, значит, в республике ТВ остался. Ну, нам все время его грозят Министерство культуры Российской Федерации закрыть. Но мы все время боремся за то, чтобы этот филиал остался. И наши тувинские студенты обучаются в этом филиале. Кроме того, я думаю, вы и знаете наш популярный ансамбль тувинцев с горловым пением, которые на всех концертах принимают участие. Вот тувинцы, которые учатся и по дневной форме обучения. Кроме того, из Якутии у нас обучаются студенты. Но в Якутии в свое время, благодаря нам, тому, что там наш был учебно-консультационный пункт, на его базе открыли Арктический институт культуры и искусства. Поэтому, естественно, студенты стали обучаться в своем институте. Хотя мы с этим институтом дружим, постоянно взаимодействуем, постоянно друг другу помогаем. Поэтому мы никакие связи здесь не утратили. А что касается того, что у нас много из других городов, у нас много из Иркутска студентов поступило в этом году. Из Забайкальского края к нам поступили. Из Красноярска у нас обучалась целая студия театральная. К нам сейчас рвется учиться француженка, которая считает, что Бурятия – это вообще удивительная территория, где живут очень добрые люди творческие, и она хочет приехать из Франции сюда, поступать к нам учиться. То есть у нас не только… у нас очень много обучалось зарубежных студентов. И вьетнамцы, и у нас обучаются студенты, значит, из Кореи обучались студенты, обучаются студенты из Китая, обучаются студенты из Монголии. Все, стоп, достаточно. У нас не только студенты нашей территории, но и зарубежные. Раиса Ивановна, убедили. Сейчас у нас вот какое-то в обществе витает нелюбовь к варягам, что ли, вот наговиться нагрещать, что он не уроженит нашей Бурятии, депутатов сейчас призывают выбирать, значит, из своих и так далее. Вы же тоже, по большому счету, Раиса Ивановна, не бурятка. Вы же варяг, получается. 20 лет просидели, значит, на одном из руководящих должностей. Не просидела, а проработала. Проработали. Да. Вот вы считаете себя варягом или нет? Нет, конечно. Почему? Ну, как почему? Дело все в том, что… Вы же не уроженка Бурятии. Ну и что? Родители откуда? Из Курска. Правильно, отец? Я бурятскую культуру знаю лучше, чем многие буряты. Они это сами отмечают. И сами это подчеркивают. Так. Поэтому варяг – это человек, который не интересуется, если вот он здесь, на этой территории, не интересуется судьбой этой территории. Да, оккупант какой. Какой-то оккупант? Какой оккупант? Окупант, получается. Никакой не оккупант. Так, кто? Это не оккупант. А кто это? Дело все в том, что исторически всегда все перемещались и сотрудничали, и работали. Это принцип жизненной необходимости. Так хорошо или плохо варяги? То есть пришлые люди, непропитанные этой землей. Я не люблю это слово варяг, потому что что вы под ним понимаете, варяг? Чужой? Ну, нет. Свой и чужой? Вот варяг – не чужой. Нет. Это совершенно… Если в этимологии слов начинать сейчас с вами углубляться, то мы залезем там не знаем куда. Народ вкладывает в это слово чужой, не свой, пришлый. Не бывает чужих. Мы все люди, мы все дети Бога, мы все божьи дети. Все понятно. И мы все люди, которые носят в себе элементы творчества. Поэтому мы никакими не можем быть варягами, если мы эту землю любим. Если мы на нее работаем, если мы стараемся сделать все, чтобы она стала прекрасной. Что в этом плохого? Абсолютно с вами согласен. Есть такой поэт-сатирик Юрий Батуев. Знаете такого, да? Да. Вот он недавно написал стихи, я буквально вчера увидел на Фейсбуке, посвященную выборам. Эти стихи называются «Олигарх и учитель. Добро и зло». То есть, олигарх он считает злом, учителя – добром. Это о выборах. Вы понимаете, о ком он говорит. Как вы относитесь к такому раскладу? Что идет борьба добра со злом. Обязательно она всю жизнь идет. Дело все в том, что учитель – это нечто такое святое. Вообще, это слово «учитель», «гуру» – это великое слово и это великое деяние. Поэтому никто и никогда не заменит учителя, никакие олигархи. Потому что учитель несет свет. Свет знаний, свет науки, свет добра, свет любви к людям. Это самое святое, что есть в жизни людей и общества. И служить этому самому святому должны как раз и избираться должны такие люди, которые будут этому свету служить, этой любви служить. Поэтому надо выбирать людей, которые несут этот свет. Это звезды, звездочки такие, звезды как раз продвижения Бурятии вперед, продвижения России вперед. Это люди, которые будут сохранять вокруг себя добро и любовь. Поэтому я всегда считаю, что люди должны подумать и не продаваться ни на какие обманы. Мы уже привыкли и уже знаем, что очень много обещаний, когда даются, то всегда они не исполняются. А деньги – это что, зло? А деньги – это зло. А большие деньги? А деньги – деньги. А очень большие деньги? А это очень большое зло. Потому что деньги несут в себе тоже определенные негативные энергии. Раиса Ивановна, вообще политика – это грязное дело, все говорят. Ну… Может, учителю нашему лучше уж заниматься своим профильным делом? Нести свет, добро, теплоту? А пусть уж грязью занимаются грязные деньги. Нет, извините. Мы не можем. Мы и так уже построили вместо храма жизни на земле программу Иисуса Христа, построили дом торговли. Так. И все потеряли и утратили. И честь, и порядочность, и любовь, и ответственность. У нас многое потеряно уже сегодня, к сожалению. И поэтому во власти должны быть люди, как раз, которые имеют совесть, честь, ответственность, которые имеют знания, которые владеют научными достижениями, которые умеют управлять. Вот эти люди должны быть во власти, потому что власть предопределяет вот ту конфигурацию, в которой мы будем с вами находиться и жить. Между учителем и олигархом, между добром и злом. Ваш выбор? Учителя. Ну, понятно. Тогда у меня вопрос к вам, как учителю, тоже с большой буквы. В одном из выпусков московского комсомольца в Бурятии, который, видимо, какой-то особый трепет на отношении к вам. Да, видимо. Была статья о том, что вы предсказываете, что, значит, землю ожидает катаклизмы, Россию – катастрофа. И в этом апокалипсисе выживет среди немногих городов Улан-Удэ, который превратится в белокаменную столицу под названием Улам-Бух. Это что, творческая фантазия или какое-то предвидение? Дело все в том, что сегодня очень многие занимаются прогнозами будущего, потому что без этого невозможно жить. Вообще, великие Эйнштейн и Тесла сказали, что настоящее будущее и прошлое существуют здесь и сейчас вот в этой одной точке. Правильно. Они все переплетены. И тем не менее, значит, для того, чтобы строить будущее, нужно знать, куда двигаться, какие векторы выбрать. Для этого и существуют различные аналитические школы, научные школы различные, которые занимаются решением этих проблем. Сегодня тоже известно, что старый английский мир начинает уходить с исторической сцены. На смену ему приходит другой мир. Русский мир, который, значит, будет строить именно Россия, потому что это многонациональная страна, многокультурная страна. В этом ее богатство. И, значит, и она будет строить именно справедливый мир, о чем мечтали и мечтают всегда все люди. Причем тут буряты со своим Улан-Бухом. Улан-Бух, я понял, переводится как Красный Богатырь. То есть Улан-Удэ будет переименован в город Красный Богатырь. Так, в статье не было написано, что это произойдет обязательно. Это было высказано как предположение. И это было, значит, высказано не мною, а это было высказано разными людьми, которые умеют проникать в будущее. Которые увидели эту информацию и ее считали. Вы же шаманов признаете, которые считывают информацию? Нет, не признаю. Это мракобесие. Я вам хочу лучше другую вещь рассказать. Есть люди, которые пронизывают прошлое. Вы пронизываете будущее. И вот один из таких людей, это мэр нашего города, Александр Михайлович Голков, в одном из встреч с журналистами рассказал очень интересную историю про наш город. В 20-е годы, когда Верхний Удинск был определен столицей республики, прорабатывались несколько вариантов названия города. На утверждение в Москву отправлялась. В том числе, значит, планировалось его назвать Сталин-Хото, то есть Сталинград. Хото это город. Сталинград. Байгал-Хото. И Байсхалан-Батыр. Вот такие прорабатывались варианты. И выбор был остановлен на, кстати, Сталин-Хото. И вот по непонятным причинам, которые еще историки не докопались, все-таки назвали Улан-Удэ. И вот теперь возникает еще один вариант. Улан-Бухэ. Так, откуда к вам пришло это название? Это вы мне скажите, человека, не владеющего бурятским языком? Откуда это название к вам пришло? Причем тут Красный Богатырь? Это что будет? Фортификационная крепость? Это название пришло из литературы, в которой об этом говорилось. Все. Где эту литературу? Я такую литературу не читал. Ну, это какая-то вот такая была не в больших, видимо, тиражах. Но эта литература поступила. Раиса Ивановна, вы известны тем, что занимаетесь очень активно всю жизнь эзотерикой. Эзотерика – это все-таки тайная доктрина, тайное учение за распространение и разбалтывание которого человек ожидает наказания. Вы не боитесь Божьей кары за то, чтобы распространить то всем, что не должны знать многие, а должны знать лишь избранные? Ну, если бы вы почитали книги Пригожина, Казначеева, Успенского, Библера, которые опубликованы официально в научном мире, вы бы нашли все эти идеи, о которых я говорю. Поэтому я ссылаюсь во всех своих материалах и статьях, ссылаюсь на эти авторитеты научные. Кроме того, вот вышло сейчас издание «Новая парадигма развития науки, культуры и искусства в 21 веке». Там вообще пишется о том, что в перспективе будет развиваться ноосферный социализм, как лучшая форма общества. А там принимали участие в создании этого документа 10 международных и наших различных научных центров. Ох, жалко, Раиса Ивановна! Время заканчивается, а так много хотелось бы обсудить ваши политические взгляды и так далее, убеждения. Но тем не менее, я вот хочу задать вопрос из программы «Познер», которую я очень люблю, которую он традиционно задает. Вы, как человек верующий, представь перед Всевышним, что бы ему сказали? Спасибо бы ему сказала за то, что он всю жизнь меня вел правильными путями и содействовал тому, чтобы я делала на земле добро, любовь, несла свет людям, боготворила все самое замечательное и несла с собой вместе красоту наших культур, красоту нашей земли. Это была Раиса Пшеничникова, гениально предсказавшая, что в будущем столица Бурятии превратится в прекрасный белокаменный город, и называть его будут Улам-Бух, красный богатырь. Всего доброго! В эфире была программа «Богдаев». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok